я рада вас всех видеть по нашей традиции мы начинаем конференцию во славу богов всех народов всех времен во славу изначальной силы во славу империи сильнейших ведьм во славу государине матушки ура мы собрались с вами обсуждать ритуалы и наши действия в период уже такого темного времени потому что мы сейчас приходим как раз на это время на темное время вот такой переходящий интересный этап очень интересное время по состоянию нашему по вообще всему что сейчас будет происходить это вот такой вот такой как знаете как мост идет этот поток и этот период мы как раз за настраиваемся со своим новым состоянием чем она новая это такое интересное состояние для творческих людей, допустим, да, потому что это состояние, когда очень пишется глубинные вещи именно изнутри, переживания глубокие очень разворачиваются, то есть это интересное состояние. Между тем мы еще имеем такой интересный момент, который связан с нашими предками. Вот я вам хочу сказать, давайте определимся с позицией, что такое мысль. Вот смотрите, мысль, вот эти мастера, которые занимаются вот этой дребеденью, да, опустошение, да, там сознание, там и все остальное, они просто не понимают сути слов, сути пространства, они просто друг у друга слезают одно и то же. Освободите свое сознание, ничего они не достигли и ничего они не достигнут никогда, потому что работа с мыслью, она наиболее продуктивная. Вот, и здесь я бы, конечно, вам бы советовала. Потом вы можете это уничтожить, сжечь там, чтобы никто не видел, чтобы никому не попал, чтобы вам не было дискомфортно, что кто-то когда-то это увидит. А для себя вы сделаете очень большое открытие, очень важное открытие вы сделаете для себя, потому что это время вот работы такой глубинной. Вот такие часы, они, как вы видите, без стрелки. Вот, значит, вот тут у нас как раз к чему я все это веду. Написано, что 31 октября встреча медленного времени, встреча зимы, общение с предками. Видите, какое полотенчиком. Здесь смотрите, какой момент используется. Вот обратите внимание в заклинании, что кого я знаю, вы смотрите в окно, как, знаете, как смотрят в хрустальный шар в глубину, вот окна вы просто смотрите и все. Расслаблено, спокойно, не надо знать какие-то мысли или наоборот их собирать. Очень хорошая, кстати, заготовка, очень удобная. Большого труда не стоит, но при этом очень, даже детям можно заваривать. Там с трех лет спокойно совершенно. Лучше заваривать в термосе, а если еще с шиповником в термосе, вообще будет вкусняшка, да еще с медом. Вот, чай про чай-болячки называется. Вот, ну тогда всем до связи. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова